Как говорят, не спортом, единым. Вот и у нас очень большая группа выпускников творческих. По воспоминаниям Германа Дмитриевича Реша, еще до войны ему доводилось за три рубля участвовать в массовых спектаклях, гастролирующих театрах. В опере «Мазеба» он играл палача и рубил голову какому-то заслуженному артисту. Будучи студентами, актерами Минанса, массовки, побывали и Зубов, и Рогозинников. Вот такая фамилия. Кто помнит, поаплодируйте эту фамилию, которую я назвал. Прекрасно. И как факультет Иоанна Матвейна Майорова была участницей первых агитбригад. Принимала участие в смотрах художественной самодеятельности. Полосков, Шорников, Аганин, Городецкий, Писарев, Слободчиков, Мельников, Худяков, Бердичевский, Лысюк, Крылов, Слезовских, Турция были непременными участниками художественной агитбурности. Вот сколько. Так что не всех назвал. Валерий Иванович, это не я. Но призняков, лауреат конкурсов авторской песни. Для кого-то это увлечение стало профессией. Так Марина Силина, отличная бегунья, стала актрисой Иркутского театра. Александр Суттармин, правильно я назвал фамилию, солистом московской филармонии стал. Опа-на! Маруся Митяева, она же Марина Курдякова, исполнитель авторской камерной песни, получила гран-при за лучшую песню 21 века. Выступает с концертами в московских домах актера, художника, литератора в музее квартиры Марины Цветаевой. Игорь Попов, артист цирка в Санкт-Петербурге. Мы его сегодня увидим. Вы все помните, что он творит. Сильный человек. Алена Зайцева, артистка Троицкого цирка. Елена Кузьмина, артист-эквилибрист Росгосцирка. Екатерина Алешина, еще дальше пошла. Она артистка цирка Дю Солей в Канаде. АПЛОДИСМЕНТЫ Анатолий Калинтьева, вот так правильно назвал. Журналист, обладатель Всероссийской премии «Золотое перо АИФ». Валентин Голованов, помните, такой высокий фотограф был? Был членом Союза журналистов СССР. В редакции газет работали Анатолий Колющенко. Сейчас вы его знаете, он фотограф губернатора. Вот так он хорошо, очень фотографирует, выпускник наш. Леонид Паширов, знаете тоже этого фотографа. Марина Гусарова, Николай Пастухов, Владимир Иванов, тоже опробовали перо в различных изданиях. Пишут стихи, издают целые сборники. Владимир Шаров и Александр Поповский. О строке воспоминания, которые звучат сегодня, написал выпускник 1982 года Александр Клеветьев.